У здания парламента в Тбилиси снова собрались тысячи демонстрантов с флагами Грузии и Европейского Союза. Они выступают против закона об иноагентах. Он заставит некоммерческие организации и медиакомпании, получающие не менее 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как находящиеся под иностранным влиянием. Участники этого митинга хотят, чтобы Грузия вступила в ЕС. Они уверены, что закон об иноагентах является аналогом российского и будет использован для подавления инакомыслия. «Это очень плохо для нашего европейского будущего, и мы должны бороться сейчас, иначе мы его просто потеряем». Речь идет о сохранении независимости страны, а также о сохранении законов, чтобы мы могли интегрироваться в Европейский Союз. И хотя полиция арестовала 14 человек, люди продолжают приходить и надеются, что смогут заставить правительство отказаться от законопроекта. Напряжение в столице перекинулось и на трибуну парламента. Вот так оппозиционный политик Олега Элисашвили с кулаками напросился на лидера парламентского большинства от грузинской мечты Мамуку Мдинорадзе, после чего в зале началась потасовка. Правящая партия со своей стороны утверждает, что законопроект необходим для борьбы с псевдолиберальными ценностями, которые навязали иностранные государства, и что он способствует прозрачности. Грузинская мечта разрывается между углублением отношений с Россией и желанием вступить в Европейский Союз. Во вторник стало известно, что закон об инагентах все же рассмотрят, несмотря на массовые протесты. Ожидается, что в дебатах в парламенте будут участвовать и проевропейские активисты. Накануне депутат Европарламента от немецких «зеленых» Виола фон Крамен опубликовала текст письма, которое Европарламент направил Грузии. В нем говорится, что принятие закона об инагентах поставят под вопрос статус страны как кандидата в члены Евросоюза. Сейчас с нами на связи из Тбилиси наш спецкор Мария Катамадзе. Узнаем у нее последние новости. Мария, здравствуй. Добрый вечер, добрый день. Мария, на сегодня протесты у парламента тоже были заявлены. Какая ситуация была сегодня? Сегодня мы находились практически всего дня у парламента. Были стихийные протесты во внутреннем дворе парламента, где люди скандировали «нет российскому закону», они называли правящую партию рабами, цитата, такие тоже лозунги звучали. Но не сказать, что было очень много народу в течение дня. Конечно, основная масса людей планирует прийти и уже собирается у парламента неподалеку отсюда. Поэтому вечером мы ожидаем, что людей будет так же много, как и вчера, а возможно и больше. Посмотрим. Мария, можно ли предположить, что несмотря на одобрение законопроекта вчера комитетом по юридическим вопросам в первом чтении, его и на сей раз отзовут, как это было год назад? Или все же спорный законопроект будет принят? Ну, судя по заявлениям правящей партии, которая предложила этот законопроект, они намерены бороться за него до конца. И не только правящая партия готова бороться за этот закон, но и протестующие, с которыми мы сегодня общались, они говорят, что они будут выходить на улицы до тех пор, пока закон не отзовут. Правящая партия считает, что в прошлом году было достаточно много давления со стороны улиц, со стороны международного сообщества. Им пришлось отказаться от этого законопроекта. Но в этом году риторика звучит намного более убедительной. Поэтому посмотрим, насколько давление с улиц может оказать влияние на власти здесь, в Грузии. Продолжение следует...